Бухарская область После сильного ураганного ветра, то сегодня в центре внимания будет работа, проделанная по восстановлению пострадавших домов, а также по развитию инфраструктуры района. У вертолетной площадки президента встречают вице-премьеры Роматов и Умурзаков, а также глава района Наргиза Нематова, первая женщина-хаким в истории Бухарской области. После короткой беседы сразу же следует презентация главе государства модульных блоков для оказания сервиса. Функциональность, мобильность и низкая цена – ключевые преимущества точек обслуживания, сделанных из морских контейнеров. А возможность их быстрой установки и скорой окупаемости частично может решить проблему безработицы. Президент идею одобрил, но поручил найти способ сокращения стоимости этих точек на 30%. Начало визита Солота не случайно. Это один из самых тяжелых районов области. Низкие экономические показатели, безработица, плохие дороги и коммунальная сфера. Все это, конечно же, сказывается на жизни граждан. Поэтому президента не интересовало, что уже сделано. Он требовал говорить об этом меньше и сфокусироваться на существующих проблемах. Перед своей презентацией такое поручение получил и министр строительства. Последствия прошлогоднего стихийного бедствия полностью ликвидированы. Пострадавшие объекты в Аладском, Каракульском, Джандарском и Шафирканском районах восстановлены. Президенту доложили, что на это направлено более 350 миллиардов суммов. Дальнейшая задача – заняться развитием. В этом году в этих районах должен начаться строительный бум, согласно утвержденному генеральному плану. 21 жилой дом в Аладте, 44 в Кагане будут построены до конца года. К концу 21-го обеспеченность жителей Аладте и Кагана питьевой водой будет доведена до 90%. 30 лет этот показатель был на уровне 17%. За выполнение каждого показателя президент возложил персональную ответственность на уровне вице-премьера. Подготовка встречи главы государства с активом и председателями Махале проводилась особо тщательно. Итоговая проверка звука, выставление правильного кадра и сверка презентаций. Каждая служба, задействованная в мероприятии, приведена в режим полной готовности. Войдя в зал, глава государства решил пройти мимо подготовленного для него места и начал общение с собравшимися стоя. Предварительно он с вниманием осмотрел присутствующих. В целом на протяжении трех часов, что длилось совещание, президент предпочел общаться стоя, нежели сидя. Опытные журналисты президентского пола заметили, что эта встреча очень сильно отличается от многих предыдущих. С самого начала своего выступления президент сразу предупредил. Никаких пафосных речей и бурных оваций. Ситуация в Бухаре непримерная. Да, пандемия, да, потеря двух руководителей области, да, стихийное бедствие. Но прятаться за этими отговорками значит еще дальше усугублять ситуацию. Сейчас необходимо всем, подчеркнуто всем, и министрам, и хакимам, и банкирам наладить работу на локальном уровне, точечно. Премьер-президент показал лично, выслушав проблемы председателей, нескольких махалей и чиновников. Попытки отрапортоваться с сухим отчетом пресек тактично, но сразу, посоветовав меньше говорить и больше работать. И наоборот, тем, кто обратился с реальной проблемой, оказал всю необходимую поддержку. Ситуация в Бухаре непрерывная. Общение президента с председателями махалей показало, насколько системе управления этим институтом необходима перезагрузка. Многие из руководителей сходов граждан воспринимают свою должность как консультативно-примирительную. Да, возраст и житейский опыт важны, однако не менее важнее иметь экономические знания, способность анализировать и думать над созданием рабочих мест. Цель президента, чтобы эта должность в большей степени ассоциировалась не с аксакалами, а с грамотными управленцами. В этом доме, в принципе, в большей степени ассоциировалась не с аксакалами. Сделать из председателей Махали аналога менеджера муниципалитета в один день невозможно. И президент это хорошо понимает. Именно поэтому он возлагает на Минтруда обязанность по их обучению в моноцентрах. Минтруда также в свое введение от Минвуза получит все колледжи. Сроки обучения сократят, а спектр профессии увеличат. Глава государства отдельно останавливается и на борьбе с коррупцией. Дает поручение Махмуду Истамову, назначенному прокурором области, в преддверии визита. Рабочие места – ключевое словосочетание прошедшей встречи. Для их создания поиска резервов мобилизуется весь финансово-экономический блок. Разработан и представлен поэтапный план по привлечению многомиллиардных инвестиций. С чего начинается Родина, задается вопросом в одной из известных российских песен. Президент Шавкат Мерзиуев сегодня довольно четко ответил на этот вопрос. Родина начинается с Махали. В ходе трехчасового совещания с председателями махалинских комитетов само совещание прошло не только критически, но и эмоционально насыщенно. Президент дал четко понять, что времена, когда председатели комитетов Махали были свадебными генералами или тетушками, раздающими различного рода справки, закончились. Теперь от них требуется быть эффективными менеджерами и локальными управленцами, способными решать не только бытовые вопросы, но и имеющими возможность трудоустроить граждан, улучшить их социально-экономическое состояние. Для этого государство готово их и обучить, и обеспечить. Президента позиция довольно проста. Апгрейды системы управления Махаллей не избежать. Уже во второй половине дня борт президента приземлился в одном из самых крупных аграрных предприятий области – Бухаро-Варнет. Глава государства здесь не впервые. В конце марта 2019-го, когда на этой территории были лишь металлические каркасы, ему представили планы по строительству, выращиванию овощей и экспорту за рубеж. Озвученное тогда президента не устроило. Мысля глобально он поставил новую задачу – построить не просто теплицу, а комплекс, где сами будут обучать специалистов, сами производить конструкции для оранжереи и сами проведут исследования в лабораториях. То есть от потребителей готовых технологий стать их производителями. То, что тогда многим казалось нереальным, сегодня воплощается в жизнь. Мы столько лет этим занимаемся, но профессионалов у нас нет. В едином месте это и производство, и подготовка. Все здесь в одном месте. И самое главное, в онлайн-режиме специалисты всего мира по всем направлениям преподают нашим агрономам такого учебного процесса, чтобы и было учеба, и производство, и изготовлялось, а потом уже и теплица здесь. Вот это самая главная фишка в этом. Надо отдать должное и турецким инвесторам. Их не смутила ни песчаная и засоленная почва Бухаре, ни дефицит водных ресурсов. Решение в гидропонике. Прямыми иностранными инвестициями они вкладывают 120 миллионов долларов. 10 из них уже освоено. Результат. В прошлом году вырастили овощей на 20 миллиардов суммов. Экспортировали на 1 миллион долларов. Показывая свою продукцию президенту, Илья Схуршит с улыбкой отметил, что иногда приходится доказывать, что эти помидоры выросли именно в Бухаре. Очень ценится, да, сейчас. Это, говорят, не верят в Узбекистане? Я говорю, да, мы его в Узбекистане делаем. Вот. Срезать его, она вся красная внутри. Запад. Да, запад. И он. Это мы объясняем, это в Узбекистане? Нет, говорят, не верят. Я в Телеграме отправляю, не верят. Стеклянные панели – ключевой элемент, который обеспечивает долговечность и пропуск до 97% солнечных лучей. Президент знакомился с процессом работы тщательно. А еще тщательнее выслушал доклады о развитии сельского и водного хозяйства региона. Презентацию о рациональном использовании земельных ресурсов он назвал хорошей, но недоработанной. Обсуждены развития ирригационных сетей, каракулеводства и других направлений. Посещение объекта продлилось порядка трех часов, но даже после завершения, направляясь к кортеджу, президент успевает отдавать поручения. От семен хлопчатника до джинсовых брюк и курток «Бухара Коттен Текстиль» не только первый в Успекистане кластер, но и первое в стране текстильное предприятие, сумевшее наладить всю цепочку производства от выращивания хлопчатника до выпуска готовой одежды. Возможно, поэтому позднее время и почти семь часов, проведенные на ногах, никак не сказались на настроении президента по прибытию сюда. Парадокс. Позиционируя себя как текстильную державу, мы до недавнего времени занимались лишь экспортом сырья вместо производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Вот и эти цехи в прошлом заброшенное производство старой текстильной фабрики. Сопровождая президента, руководитель предприятия попутно что-то ему объясняет. Пока журналисты пытаются разобраться, о чем идет речь, операторы ищут удачные точки для съемок, работая на опережение. А снимать есть что. Полторы тысячи рабочих мест, 8 450 тонн пряжи в год, 15 миллионов погонных метров джинсовой ткани. Масштабы впечатляют. Достигнуть их удалось во многом за счет льгот и контроля выполнения постановления президента. Расчеты показали, что если на мировом рынке хлопковое волокно стоит полтора доллара за килограмм, то готовая продукция из нее будет стоить минимум 25 долларов. Таков эффект кластера в денежном выражении. Здесь же на предприятии состоялись еще две важные презентации инвестиционных проектов, которые будут реализованы в области в ближайшие два года, а также планы по обеспечению занятости молодежи. Презентацию крупного комплекса теплиц с геотермальным отоплением, проводимый Азидом Вайтовым, президент внезапно прерывает и дает какие-то поручения. Как оказалось, глава государства поручил вызвать турецкого инвестора Ильяса Хуршида. Таштенко – это не только они, а и перерывы. Наши в гостях, которые нужны. Достаточно, чтобы ты сел с нашими ребятами и сделал договор. все же завод он должен мы уже за три года определились вот твое производство это нам очень выгодно понимаешь ты сможешь с нами вот этот контракт конечно что тебе надо чтобы я полу ты сейчас не отвечай вот сядь приезжают наш тем спокойно два-три дня мозговой штурм второе харьбер хана ганды кэмбар альчинга чхарус чем кичкин и кичкин и конструкция тает теклица на куле на теклица не участвует учитывая банк садовала пуль теклица веке махса таркан курица на фронтурами за однажды к мактабу енда самой длительной презентацией стала работа по трудоустройству молодежи президент поручает финансовому сектору выйти из своих кабинетов и на местах самим помогать начинающим предпринимателям будь то деньгами знаниями или идеями государство на эти цели выделить 390 миллиардов льготных кредитов главное помочь сделать первый шаг заявил шавкат межзиоев солнечная погода царившая утром резко сменилась прерывистым ветром а также первым снегом в этом году но несмотря на это также на позднее время президент продолжил свой рабочий график свою рабочую поездку по бухарской области и прибыл в последний объект первого дня визита центр государственных услуг где также расположена клиника оздоровления предприятий и айти парк для молодых специалистов сложно поверить что буквально четыре года назад чтобы получить одну справку приходилось ожидать почти неделю и отстаивать длинные очереди именно поэтому одним из первых нововведений на должности президента шавкат межзиоев создал центры государственных услуг сегодня быстро комфортно и недорого можно воспользоваться более ста тридцатью видами госуслуг глава государства дал поручение по снижению стоимости оказания госуслуг организации мобильного и дистанционного обслуживания населения отдаленных районов а это самира самый маленький участник встречи увидев президента растерялась быстро поздоровалась и сразу же ушла в работу заметив это шавкат межзиоев сразу подошел к ней и первым начал разговор где дома или где я научил учиться кто ну-ка на уроке и сюда давно давно ну она месяц лишний есть она есть а сколько таких ну где-то 35-40 учеников общее количество а младше где-то в ее возрасте 6-7 мы стараемся вот физику и математику и программирование отдавать в качестве игры то есть они мы не заставляем их учиться мы говорим что это игра а московский институт электронный центр ты из бухаристы да сейчас ты кончил и переехал сюда как магистратурный закончил сразу приехал и вот сразу открыл центр серьезные разговоры для самиры продолжились даже после того как президент прошел дальше на этот раз ее окружили журналисты с блокнотами общение с президентом получило неожиданную развязку для Саид Равшана Шакирова 25-летний программист предполагал что всего лишь расскажет главе государства о своем IT предприятии вопрос главы государства прямой как тебе помочь для развития Саид Равшан просит доверить ему в государственные проекты ты сможешь вот поговорить по сельскому хозяйству улучшение села вода земля понимаешь вода земля удобрения вот давай большой госпроект сядь вот завтра он будет измираться новой хаким области потом с тобой мою программу бельгин давай село дадим все село второе я большой проект тебе дам деньгами госпроект здравоохранения очень интересно понимаешь очень интересно здравоохранение здравоохранение второе очень серьезный проект народное оборудование тоже интересно вот где какие ну программы кто как обучается какой предмет как можно осваивать лучше осваивать учить после школы понимаешь после школы давать знания это тоже государственный проект я деньги буду платить вот три проекта сельскохозяйство здравоохранение и народное образование слушать с моей командой поочередно можно это реализовать если нужно сразу реализовать могу быстрее в целом мне кажется мы с памятью спирт ты уже мой друг и кто тебе уже скажет это президент она давай у нас довольно продолжительный разговор у президента был из Шахруло Туксановы программист самоучка постиг азы профессии будучи трудовым мигрантом после того как начал зарабатывать на этом вернулся на родину видя интерес с которым молодежь работает над своими проектами президент подчеркнул что на стадии идеи не стоит останавливаться при необходимости государство поддержит максимально в том числе и финансово а так уже проходила презентация цифровизации сельского хозяйства вся информация на больших экранах новый формат без указок и планшетов подстроиться под него пришлось не только чиновникам но и фотографам над тем чтобы ракурс получился хорошим работал и глава Мининфокома он лично готовил ребят к фотографии на память с президентом с президентом очень гордится тобой ты привет передашь папе маме я тебя очень прошу передай спасибо спасибо Обманчивое солнце и минус 6 градусов температуры Утро второго дня визита в Бухару было довольно прохладным Можно сказать даже холодным Несмотря на это президент поручает направить кортеж к мавзолею Бахауддена Нахшбанда Для главы государства это обязательная традиция Во время визитов в регионы молить Всевышнего о мире и спокойствии в нашей стране Здоровья и благополучия народа Отдавать дань нашим предкам Следом из мавзолея президент прибывает в Хакимьят города Бухары Ключевой вопрос повестки дня Назначение нового руководства области Президент предлагает депутатам областного Кенгяша кандидатуру Ботыра Камиловича Зарипова Финансист по образованию Зарипов работал на разных должностях в банковской сфере В 2016-2020 годах управлял национальной промышленностью строительных материалов На протяжении двух месяцев изучал ситуацию в регионе Временно исполняя обязанности Хакима Управление области усилено и новым первым замом Из Ташкента сюда переведен Нозом Джон Халмурадов Работавший заместителем министра инвестиций и внешней торговли Задачи перед новыми управленцами стоят довольно сложные Для развития региона президент представил им карт-бланш С большим объемом финансирования и полной поддержкой центра Единственное, что от них требуется, это показать результат и оправдать доверие Ставку в своей работе президент посоветовал делать В первую очередь на молодежь и сокращение бедности Особое внимание будет уделено развитию социальной сферы Строительству школ и больниц За почти пять часов, что длилось совещание Президент не только ставил диагноз состоянию каждой отрасли региона Но и представил программу их оздоровления Для ее выполнения все госорганы будут работать в режиме чрезвычайного положения До отбытия в Ташкент президент успевает заехать и в новый жилой массив в Махале-Низаме Семейство Хатамовых к визиту высокого гостя готовилось Но совсем неожиданным для главы семейства стало, когда президент снял обувь перед входом в дом Главу государства приглашают к столу Президент интересуется созданными условиями Пока идет общение, внучка главы семейства наливает чай И соответственно всем каноном подает пиалу президенту Заметно, что сдерживать эмоции ей приходится очень трудно Но быстро ситуацию под свой контроль берет бабушка Взглядом она указывает, кому по протоколу этой церемонии Нужно предложить чай следом Тут уже приоритет возрасту Беседа продолжается и у порога квартиры Искренне и простыми словами Жители нового дома поблагодарили президента за всю его работу Главе государства также представлена информация о планах строительства и ремонта автодорог в Бухарской области Канализационных сооружений в городе Бухаре Реновации многоквартирных домов После этого кортеж президента направляется в аэропорт На этом двухдневный визит президента в Бухарскую область завершен Для региона во многих смыслах он стал поворотным После кадрового кризиса вследствие пандемии назначено новое руководство Определены многомиллиардные инвестиционные пакеты Кроме того, реформа систем управления Махалей в области станет примерной для всей страны Президент определил стратегию ускоренного развития Бухарской области Задача местных властей обеспечить ее полное и своевременное выполнение Продолжение следует...